Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Таня. И сегодня я приехала на западное побережье Крыма в город Еспатория. Смотрите, какое здание. Зашла я не туда. Картина маслом. Но у них очень быстро в Еспаторию море очищается. Вот завтра придешь, чистейшая будет. Кому-то очень весело. Я сейчас нахожусь на железнодорожном вокзале города Симферополя и решила в Еспаторию поехать именно на электричке. Мой билет стоит 127 рублей. Честно, уже не помню, когда в последний раз была на этом железнодорожном вокзале. Так все непривычно, необычно. В советское время Евпатория была одним из лучших баниологических курортов и мест семейного отдыха. Сегодня в Евпатории продолжают свою работу санатории, но уже не с таким размахом и не в таком количестве, как это было при Советском Союзе. Отдыхающие, приезжающие на курорт, очень часто осматривают центр города, близлежащие достопримечательности, но немногие заходят вглубь города, чтобы прогуляться по улочкам. Это Майнакский парк. Слышала, что его недавно отремонтировали, но пока что-то я этого не вижу. Идемте прогуляемся. В Евпатории есть места, которые обожают евпаторийцы. Это Майнакский парк и Майнакское озеро. С 1886 по 2011 года в Евпатории существовала грязелечебница Майнаки. И находилась она на территории настоящего парка возле Майнакского озера. Сегодня она не работает и лежит под обломками обвалившихся стен, потолков и разбитых ванн. В 2010 году в грязелечебнице состоялась последняя лечебная процедура. Зашла я не туда, я нашла самую неприглядную часть парка, хотя мне нужно попасть немножечко в другое место. Я слышала, что этот парк недавно отремонтировали, и я хочу пойти посмотреть и показать вам. Честно сказать, не знаю, туда ли я вообще иду, потому что здесь уже идут новостройки. Мне почему-то кажется, что я прошла мимо этого парка. Парк находится прямо напротив стелы, павшим евпаторийцам. Идемте прогуляемся. На самом деле нужно было идти просто все время прямо, и вы сюда попадете. Ну, давайте посмотрим, что здесь было сделано. Капитальный ремонт парка проходил в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды. Почти у самого входа в парк встречается вот такой стенд, который рассказывает нам о том, как мусор и пластмасса, в том числе, негативно влияют на окружающую среду. Полипропилен разлагается 450 лет. Вы только представьте. Там находится небольшая детская площадка. Ниже установили фонари, скамейки и различные малые архитектурные формы. И даже вот такая скамейка есть. Установили габионы. С помощью этих конструкций обычно укрепляют склоны, оформляют ландшафтные объекты, а еще габионы очень хорошо поглощают шум. Вот такая вот территория. Скейт-парк для детей старше 14 лет. Парк довольно зеленый. В этой части парка также стоят вот такие смешанные скамейки. Это, по всей видимости, для больших компаний. И больше всего мне нравятся вот эти качели. Правда, на них особо не посидишь. Как видите, навесов нет. И сейчас светит яркое солнышко. Еще одна архитектурная форма в виде пирамиды. Здесь стоят лавочки. Но, опять же, слишком ярко светит солнышко, и никто здесь не сидит. Вот, собственно, и вся территория этого парка на самом-то деле территория парка огромная. Но на сегодняшний день пока отремонтировали небольшой кусочек. Честно сказать, я долго искала информацию, но не смогла найти, когда же был заложен данный парк. Но, судя по таким высоченным деревьям, я думаю, что давно. У нас в Крыму уже вовсю цветут маки. Здесь, конечно, их немного, но есть целые поля маковые. Вот так идешь, и кажется, будто находишься в каком-то лесу. Так, все зелено. Еще хочется вас предупредить о том, чтобы вы нигде не лазили под деревьями, под кустами, потому что сейчас очень много клещей. Имейте в виду. Вообще, насколько я слышала, этот парк очень любят местные жители. Вы также, если приедете в инспоторию, то советую вам сюда прийти и просто погулять. От Майнакского парка до набережной не так уж и далеко, всего лишь 2,5 километра. Нужно идти все время прямо, и тогда я выйду на набережную. Вот так вот идешь, и периодически попадаются какие-то санатории. Видно сразу, что действующие, потому что ухоженная территория. Я думаю, вам известно, что Евпатория, так же, как и город Саки, ценится своими санаториями и грязелечением. Вот почему я не перестаю повторять, что если есть возможность пройтись пешочком, то пройдитесь, смотрите, какое здание. Видно, что старенько, оно интересное. Здесь находятся санатории для детей и детей с родителями. Смена. Я случайным образом забрела еще в один парк. Видно, что парк детский. Видите, сколько разных инсталляций. Знаменитое сакское мороженое, но, к сожалению, не работает. Вот такая здесь просторная аллея. По бокам стоят скамейки с урнами. Я пока гуляю, вижу, что отдыхающих еще немного. Сейчас мы с вами пойдем на набережную и посмотрим, сколько людей сегодня там гуляет. В каждом курортном городе на берегу моря есть место, притягивающее туристов и чаще всего это набережная. Набережная в Евпатории это ее визитная карточка. Здесь настоящими украшениями являются ротонды. Здесь по всей длине расположились кафе, ресторанчики, сувенирные ларьки. Особый колорит этой набережной придают старинные дома, которые расположились вдоль набережной. Сколько лебедей! Сейчас к ним подойдем поближе. Видите, как здесь мелко. Мы с вами пришли на городской пляж. Сейчас будет антиреклама пляжа Евпатории. Но так получилось. Видите, сегодня выбросила много водорослей. Картина маслом. Плавают лебеди, а там купаются люди или окунаются. Кто собрался ехать в Евпаторию, вы не переживайте. Это летом все убирается. Сейчас, конечно, тоже есть отдыхающие. Не знаю, почему не убрали. Эти фонтаны летом обычно включают. Они работают. А здесь, конечно, уже все так живенько. Столько людей гуляют. Кого я сегодня встретила? Маша, привет! Это канал блондинка из Крыма. Маша. А мы сегодня с Сашей приехали погулять по Евпатории. Мы очень любим, когда у нас есть свободное время. Но сегодня немножко ветрено. И ты, Таня, заметила, сколько водорослей в воде? Да. Потому что три дня шел дождь. Помнишь, тот дождь, что такой ураганный ветер бы по всей видимости принесло. Но у них очень быстро в Эпатуре море очищается. Вот завтра придешь, чистейшая будет. И, кстати, Танюшка, мы тебя ждем у себя в Черноморском. Кстати, подписывайтесь на мой канал блондинка из Крыма, кто вдруг планирует у нас на Тарханкуте отдыхать. И мы Танюшу ждем. Я, кстати, зритель Танюшин и давно-давно уже подписчик. Все, я не пропускаю ни одного стрима Танинова. Все смотрю, Танюша, все твои путешествия смотрю. Люблю тебя, умничка. Обожаю. Блогеров всегда поддерживаю, кто показывает наш Крым. Всем блогерам привет крымским. Ссылочку на Машу оставлю у себя под видео. Переходите и подписывайтесь на ее канал. Переходите. Всех жду. Всем добро пожаловать. Вот так вот, где бы мы еще блогеры встретились? В Евпатории. Давайте сходим с вами на пляж. Здесь водичка уже почище. В Евпатории море довольно мелкое, поэтому если вы сюда едете с детьми, то будет в самый раз. Такой вот здесь мелкий белый песочек. Как видите, еще что-то устанавливают, зонты. Хотела похвалить Евпаторию то, что здесь на набережной очень мало шума, но нет, иногда встречается все-таки реклама, но тем не менее не так, как в Ялте. А здесь уже людей побольше загорают вовсю и даже пробуют купаться. Ну что, лето началось и теперь хочется что-то пить холодненькое. Я взяла себе молочный коктейль. В этот свой приезд я решила зайти в Краеведческий музей, в котором еще ни разу не была. Вход сюда стоит 210 рублей с одного человека. Этот музей бросается сразу в глаза и сложно пройти мимо него, так как расположился он в особняке с необычной архитектурой. В фондах музея хранится более 100 тысяч музейных предметов. В первом зале экспозиция рассказывает о флоре и фауне северо-западного Крыма. В зале представлены чучела животных, обитающих в этом регионе. Во втором зале экспозиция рассказывает о Черном море и его обитателях. Третий зал он про археологию находки обнаруженные при раскопках в окрестностях Евпатории. Вот так вот ходишь никого кроме меня. Большой зал как по мне самый интересный. здесь можно узнать больше об истории Евпатории от средневековья до 20 века. А это интерьер комнаты одного из основателей детского курорта доктора Черкеса. Обожаю вот такую старинную мебель. еще одна экспозиция, которую я с интересом разглядывала, это упаковка, то есть как выглядела продукция евпаторийских фабрик и заводов в советское время. Сколько я путешествую по городам, и я всегда вот сомневаюсь идти мне в краеведческий музей, либо не идти, но как только схожу, выхожу оттуда просто на эмоциях, мне очень понравилось. Кому-то очень весело, звукосопровождение. Не, ну это я не могла вам не показать. Иду я такая, значит, иду, и тут бац, и прохода как бы нет. Это как вообще? То есть я должна выйти на дорогу получается. Ладно. К сожалению, за этим забором до сих пор остается недоделанная набережная Терешковой. К моему великому сожалению, эта набережная не сделана до сих пор. Несколько лет назад ее начали делать, но в итоге там что-то закрутилось, даже завели уголовное дело, начались проблемы с подрядчиком, и на сегодняшний день она так же не доделана. Увы. И вот еще одно колесо обозрения. Оно находится прямо недалеко от старого города. На моем канале есть два отличных видео из Евпатории, и я там подробно рассказывала о тех достопримечательностях, которые тут находятся. Прогуляться по старому городу Евпатории это всегда приятно, и не заглянуть сюда я просто не смогла. Здесь отлично можно прочувствовать атмосферу старого города. Я прошла через Гезлевские ворота, кстати, в музее я увидела их мини-копию. Прогулялась по тихим, мощеным, узким улочкам, дошла до синагоги, до стены плача, где люди каждый день оставляют бумажечки со своими желаниями. Говорят, что эти записки не канут в лету, и их обязательно раз в год глава синагоги отвозит к настоящей стене плача. В Евпаторию я обязательно вернусь, тогда, когда наступит сезон, это будет июнь, июль месяца, а на сегодня у меня все, не забывайте подписываться на мой канал, если еще не подписаны, и скоро увидимся, пока!